бใ descriptors на том where we Trump ahead of Revelations old god революция altar 숙ю lui prórug الل اللہ regardez сегодня хотелось бы поговорить о той вещью которую мы все с вами так сильно любим и не можем без нее жить да так скажем это мирская жизнь это мирские красоты одним словом все что нас окружает всевышний аллах говорит в куране аузу билля имена шейтану рожим в амаль хаяту дуния или матау лгуру садакуллаху ладым не является это мирское это дуниал кроме как предмет обмана то есть мы же сами видим дорогие мои братья на самом деле так есть многие наше время в том числе и мусульмане обманываются этим мирским они забывают о чести о достоинстве когда видят это мирское о соседях о родственниках о мусульманах вообще о людях посланник аллаху алейхи вассаляма он однажды проходил возле мертвой овцы со своими сподвижниками и пророк алейхи саляту вассалям он обратился к своим сподвижникам и сказал знаете ли вы почему она стала презренной для своих сородичей тогда сподвижники сказали из-за ее зловония они ее оставили и пророк алейхи саляту вассалям сказал после этого клянусь аллахом это мирское оно для всевышнего аллаха презреннее нежели вот это мертвое овца для своих сородичей обратите внимание дорогие братья настолько презренное мирское для всевышнего аллаха в другом хадисе пророк алейхи саляту вассалям говорит лауканати дунья тадилю андаллахи джунаха бау ботин масса по кафиран минха китратан абада если бы горит это мирское оно стоило бы для всевышнего аллаха хотя бы крылышку комара то всевышний аллах не дал бы глотка воды выпить даже неверующим не дал бы даже глотка воды вы дорогие мои братья мы сегодня же видим что неверующие они и воду пьют и кушают и наслаждаются всеми красотами этого мирской этой мирской жизни и отсюда мы что понимаем мы понимаем что на самом деле для аллаха даже крылышку комара это мирское не стоит поэтому каждый из нас тоже должен задуматься какое у него отношение к этому мирскую к мирскому что какое место в его сердце занимает это мирское другом хадисе пророк алейхи саляту вассалям говорит мирское оно является тюрьмой для верующего и раем для неверующего почему так сказал пророк алейхи саляту вассалям потому что мусульманин верующий у него есть границы то есть есть шариат который на многие вещи поставил запрет на многие вещи поставил запрет и мусульманин не может наслаждаться всем чем захочет он и поэтому по сравнению с кафиром для него получается это дуня как тюрьма а неверующий все что хочет делает и он находится как в раю да есть другое толкование что мусульманин когда увидит рай райские блага это мирское на самом деле для него будет как тюрьма и когда кафир неверующий увидит адскую гиену для него это мирское будет как рай рассказывается что джибрилл алейхи салят он обратился нуху алейхи салям пророку нуху сказал я от воля анбия и умран о самый долгожитель из пророков кайфа ваджатта дуня каким образом ты нашел это мирское каким ты увидел и нух алейхи салям сказал кадарин ля хабабани дахальту мин ахадихма вахарачту мин аль аха я его нашел говорит подобно говорит дому у которого есть две двери в одной из которых я зашел с другой вышел нух алейхи салям дорогие братья как передается он жил где-то девятьсот пятьдесят лет он жил почти тысячелетие да и он вот это мирское вот таким таким быстрым для себя увидел как будто с одной двери зашел с другой вышел мы сегодня же столько не живем у на мы почти в 20 раз меньше наша жизнь короче чем нух алейхи салям а у нас тогда вообще как как с чем мы должны сравнивать нашу жизнь этот срок нашей жизни дорогие братья поэтому мы вот этот короткий срок в этой жизни живем нам надо стараться максимально брать припасы для того света для хирата запасаться благими деяниями посланник аллах алейхи салят его салям он обратился ибн у мару и сказал кун фиддунья ка анна к варибун ауа беру сабиль ты будь на этом свете подобно путнику чужеземцу или же проходящему дорогу вот таким будь говорит то есть мы знаем что чужеземец он в каком-то месте долго не задерживается не на своей родине или же проходящий дорогу человек он останется на ночлег максимум и дальше пройдет вот таким же образом пророк алейхи салят его салям делать наставление ибн у мару и всей своей уме вот так же чтобы мы на этом свете были и далее пророк алейхи салят его салям говорит вадут навсака фильм алта считай ведь себя уже мертвым для чего это пророк алейхи салят его салям сказал чтобы мы задумались если я сейчас умер уже что я с собой забрал на тот свет если у меня такие деяния которые меня спасут который будет друзьями в могиле которыми чаша с добрыми деяниями она перевесит с плохими деяниями чашу если они у меня и далее пророк алейхи салят его салям говорит и когда говорит ты проснешься говорит то есть когда ты проснешься утром ты говорит своему своему на все своему эгу не говори что ты будешь делать вечером и когда ты говорят ляжешь спать вечером ты не говори могут своему на свою что ты будешь делать утром то есть пророк аллейхи салям показывает даже вот такие надежды не надо делать с утра до вечера с вечера до утра это даже не делайте то есть иду живи настоящим чем ты живешь и ты в любом момент можешь покинуть этот мир и каким образом ты предстанешь перед Всевышним Аллахом. Вот это пророк, алейхи саляту вассалям, имеет в виду. Далее пророк, алейхи саляту вассалям, говорит, ты, говорит, используй свое здоровье, пока к тебе, говорит, не пришла болезнь. Мы же знаем, дорогие братья, когда мы здоровы, когда у нас все в порядке, мы можем спокойно, легко поклоняться Всевышнему Аллаху. Но когда мы заболеем, когда у нас температура, мы еле-еле свои фарзы выполняем. Даже полноценных не можем выполнять, потому что мы слабые. И тем более, когда болеем, еще слабее мы себя тысячи оправданий находим, чтобы не делать поклонения. И поэтому, дорогие братья, мы должны брать, использовать свое здоровье, когда у нас есть, максимально его использовать. Уамин шабабика лихармик. Используй, говорит, свою молодость, пока к тебе дряхлость не пришла. На самом деле, спросите сегодня у пожилых людей, кому 70, 60, они могут ли делать то, что делали в молодости? Нет, не могут. Колени болят, поясница болит, третья болит, сидя делают сунаты, намазы кто-то, или фарзы даже, потому что они не могут делать. Уже здоровье не позволяет. А мы сегодня с вами здоровые молодежь, поэтому надо использовать максимально и фарзы, и сунаты, и все, что можно. Когда придет время старости, мы не сможем это делать, и мы будем с вами жалеть то, что мы это упустили. Уамин фарагика лихуглика. Используй, говорит, свое свободное время, пока к тебе не пришла занятость. Сколько сегодня мы с вами тратим время, дорогие мои братья? Просто так мы тратим время. Мы тратим время на какие-то компьютерные игры. Мы тратим время, например, на посиделках, рыбатом занимаемся, ненужными разговорами, зарабатываем грехи этим самым. Кто-то говорит, сейчас пойду, убью время, там где-то посижу. Вот такие слова тоже от наших братьев исходят. Однако, не мы время убиваем, а время нас убивает. Наша жизнь укорачивается, она становится меньше. Поэтому мы максимально должны использовать свое свободное время, пока оно есть. Используй, говорит, свою жизнь, пока, говорит, к тебе не пришла смерть. И ты не знаешь, говорит, как тебя завтра назовут. То есть, если сегодня ты Ахмад, а завтра ты, если умер, ты майит, ты майит, все, майит, ты умерший, все, твое имени тоже уже не будет. Поэтому ты не знаешь, как тебя завтра назовут. Делай сегодня то, что принесет тебе пользу для Ахирата. Посланник Аллаху, алейхиссалату вассалам, однажды он встретил Муаза б'наджабаля, рада Аллаху та'аля ангу, одного из великих сподвижников. И он обратился к нему, сказал, кайфа асбахта я, Муаза. Как ты проснулся, о, Муаза? И Муаза говорит, асбахту му'минан. Я проснулся, говорит, истинно верующим. И пророк, алейхиссалату вассалам, спросил, а с чего ты взял, что ты истинно верующий? Тогда Муаз говорит, о, посланник Аллаха, я, говорит, не просыпаюсь утром, будучи убежденным, что я доживу до вечера. И я не ложусь спать, говорит, вечером, будучи убежденным, что я доживу до утра. Я не делаю, говорит, один шаг, будучи убежденным, что я сделаю второй шаг. Вот, посмотрите, дорогие братья, это было убеждение сподвижников. И с такими убеждениями, живя, конечно же, они максимально старались стремиться к благим деяниям, максимально старались делать то, чем доволен Всевышний Аллах, и остерегаться от всего того, чем Всевышний Аллах недоволен. Рассказывают, что, когда умирал Умар ибн Абдуль-Азиз, его называют пятым праведным халифом. Он правил два года. И за два года своего правления дошло до такого, что во всем халифате, который доходил до Кавказа, с Африки до Кавказа, во всем халифате не было человека тому, кому можно было выплатить закат, потому что не было уже нуждающих. Вот таким был человеком. Он был справедливым человеком. Он установил порядок за эти два года. И когда он умирал, некто обратился к его жене и сказал, смените на нем рубашку. Она была, старая рубашка на нем. Она промолчала. Тогда он второй раз к ней обратился, сказал, смените на нем рубашку. Она промолчала. И тот более эмоционально, когда третий раз сказал, смените на нем рубашку, ведь он же умирает, тогда его жена говорит, в Аллахе, говорит, у него нету другой рубашки, кроме этой. Это единственная рубашка, которая есть у него. А кем он был, дорогие братья? Он был правителем практически всего мира, можно сказать. Тогда исламом, ислам была самая первая держава. Посмотрите его отношение к мирскому, дорогие мои братья. И сравните наши отношения к мирскому. Имам Газали, он проводит такой прекрасный пример мирского. И он говорит, это наподобие тому, говорит, когда человек, он бежит по пустыне, убегает от льва. И он не находит места, куда же спрятаться от него, кроме как видит перед собой колодец. И он прыгает туда от страха. И в колодце есть веревка, которая протянута вниз. И он, прыгая в колоде, цепляется за эту веревку. И цепляясь за веревку, он смотрит наверх и видит там льва, который хочет его убить, растерзать. Смотрит вниз, видит большую змею, которая желает его съесть. И тогда он опять поднимает наверх свой взгляд и видит, что на эту веревку садятся две мыши и начинает ее грызть. И тогда все, он в таком положении находится, с которого выхода нет. И он просто поднимает, смотрит перед собой. И перед собой он видит медовые соты. И тогда он протягивает руку, берет мед и пробует его на вкус. И после того, когда он попробовал этот мед на вкус, он забывает обо всем. Он забывает о льве, который наверху, о змее, который внизу, о тех мышах, которые грызут эту нить, веревку, на которой он находится. Имам Газали говорит, рахиму Аллах, этот лев, говорит, это смерть, которая нас постоянно преследует. Это говорит, змея, это могила, которая нас ждет. Мы же туда возвратимся. Или же она будет, эта могила, как посланник Аллаха, саллиаллаху алейхи и вассаляма сказал, ям из адских ям, да, будет она, адской гиеной будет, для того, кто ослушивался Аллаха. Или же, эта могила будет из садов рая, для того, кто поклонялся Всевышнему Аллаху. И эти две мыши, говорят, этот день и ночь, они грызут его жизнь, жизнь заканчивается. А это, говорит, соты, этот мед, это мирское. И когда, говорит, он пробует это мирское, он забывает о смерти, он забывает о могиле, он забывает о судном дне, он забывает о Всевышнем Аллахе. Вот это мирское, дорогие братья, которое большинство из нас, сегодня мы в это попадаем. Вот Ибн Аббаса передается, он говорит, однажды Умар Асхаб, рада Аллаху Та'ала, он, говорит, зашел посланнику Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, и он увидел пророка, алейхи саляту вассалям, что его Бог, на нем остались следы от сыновки, на которой он спал. И Умар Асхаб увидел пророка, алейхи саляту вассалям, в таком состоянии он заплакал. Он заплакал, и тогда пророк, алейхи саляту вассалям сказал, ябналь хаттаб, маюбкик, о сын хаттаба, что тебя заставило плакать? Тогда Умар Асхаб говорит, о посланник Аллаха, я вижу персов и их богатство, я вижу римлян и их богатство, а ты посланник Аллаха, ты находишься в таком положении. И пророк, алейхи саляту вассалям, после этого обратился к Умару и сказал, ябналь хаттаб, аля тардуан такулян аль ахирату, ва лягумуддунья, о сын хаттаба, разве ты недоволен, что нам, ахират, загробная, вечная жизнь, вечный рай нам уготован, а им это мирское, это бренное мирское. Тогда Умар Асхаб сказал, наам, да, у посланника Аллаха, конечно же, я этим доволен. Имам Куртуби, рахимахуллах, он толкует аят, где Всевышний Аллах говорит, ля танца насыбака минаддунья, ты не забывай, говорит, свой удел из мирского, не забывай свой удел. Имам Куртуби говорит, удел каждого, кто уйдет с этого света, это саван, это саван, это 6 метров белой материи, вот что с ним в могилу уйдет, больше ничего с ним не уйдет отсюда. И еще уйдет нематериальное, мы знаем, это деяния наши, дорогие мои братья, которые будут с нами в могиле, которые будут с нами в судный день, и посредством которых, если же перевесит наши благие деяния, Аллах по своей милости нас ведет в рай, или же по своей справедливости, если перевесит наши плохие деяния, ведет в адскую гиену. Поэтому, дорогие мои братья, давайте будем максимально стараться для того света. Такой тоже случай рассказывают однажды, когда имам Абу Ханифа, рахимахуллах, он давал уроки в мечети, и прибежал один человек в мечеть и обратился, «О, имам, поистине, твой караван, который сюда шел, на него напали разбойники и разграбили его». Тогда имам Абу Ханифа опустил голову и сказал, «Альхамдулиллях». И через некоторое время этот человек уходит и обратно прибегает в мечеть и говорит, «О, имам говорит, оказывается, это не твой караван был, это был караван другого, твой караван находится в целости, в сохранности». Имам Абу Ханифа опустил голову и сказал, «Альхамдулиллях». И это, увидев его ученики, спросили, «О, учитель, в чем мудрость того, что ты сказал вот так два раза? Альхамдулиллях, за что ты поблагодарил Аллаха?» Тогда имам Абу Ханифа говорит, «Когда первый раз мне сказали, что моего каравана уже нету», я, говорит, посмотрел на свое сердце и увидел его спокойным. То есть, мое сердце не тревожило, то, что мирское меня покинуло. А когда второй раз, говорит, мне сказали, что мой караван в целости, в сохранности, я посмотрел на свое сердце, опять, говорит, и увидел его спокойствие. Я увидел, говорит, что в нем нету любви к мирскому. И тогда за это, говорит, я поблагодарил Всевышнего Аллаха. Поэтому, дорогие мои братья, посмотрите, еще много можно примеров привести отношения посланника Аллаха к мирскому, отношения сподвижников, наших праведных предков, богобоязненных ученых, праведников. Они вот относились к мирскому вообще вот с простотой. Им это мирское не было нужно, дорогие мои братья. Если вы зададите вопрос, а что вообще, что ли, мирское не зарабатывать? Нет. Наша религия нам не говорит, чтобы мы не занимались мирским. Наши руки, наше тело должно занято мирским быть. У нас же есть обязанности перед своей семьей. Есть другие обязанности. Без мирского мы не можем, сказать, да, жить на этом свете. Но наше сердце, дорогие братья, для Всевышнего Аллаха надо оставить. Сердце должен быть Аллах. Руки, ноги заняты мирским. Но в сердце должен быть Всевышний Аллах. Вот это мы не должны забывать. И еще другое, дорогие братья, мы не должны забывать, занимаясь мирским, о наших нуждающихся братьях, сестрах, родственниках. Мы об этом не должны забывать. Почему я это говорю? Потому что многие из нас об этом забыли. Клянусь Аллахом, это истина. Мы видим, сегодня есть богатые люди, есть небогатые, средние живут, но у них есть родственники, нуждающиеся. Нуждающиеся родственники, больные родственники, соседи из таком положении находятся. Но эти люди, у которых есть возможность, они занимаются только зарабатыванием для себя, набиванием своих карманов. Если у него есть машина, дорогая, скажем, у него появляются лишние деньги, он эту продает, еще более лучше покупает. Если у него есть дом, он покупает квартиру, 2, 3, 5, 10 квартир, ему не хватает. Почему это? Потому что здесь у него дуня, здесь Аллаха нет у него. И другой момент мы тоже видим, когда дело касается денег, вот сюда вроде ходят, мы ходим в мечеть, мы поминаем Аллаха, поклоняемся Аллаху, но когда касается денег, мы видим братьев, братьев мусульман, который на языке Аль-Хамдул-Лля, Субхана Аллах, он забывает обо всем, он забывает о чести, о достоинстве, обо всем забывает, ради вот этих денег, он свою душу продает ради этих денег. На самом деле это истинно, и есть такие среди нас, и немало, к сожалению. Поэтому, дорогие мои братья, пусть Аллаху Тааля нас не сделает из таких людей, которые, видя это мирское, забывают о чести, достоинстве, о братстве, о любви, о родственниках, о соседях, пусть Всевышний Аллах нас сделает из тех мусульман, от которых польза исходит всем. И если у нас есть богатство, пусть Аллаху Тааля нас сделает из тех людей, богатство которому, пользуясь исламу, пользуясь мусульманам, чтобы это богатство нам на том свете принесло пользу только, чтобы оно за нас было заступником. А когда оно будет? Когда мы будем ее расходовать в правильном направлении, пусть Аллаху нас сделает из тех людей, والحمдулеллахи رбилаламин.